Глава третья. Она была девушка, она была влюблена. Мильфатлар. Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных. Вот это чудно, помилуй. Тебе нетрудно там каждый вечер убивать. — Немало. — Не могу понять. От сели вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я простая русская семья. К гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. — Да сколько, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг. Где я могу? Опять я клого, да полно милый ради бога. — Ну что ж, ты едешь? Очень жаль. — Ах, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне филли дуэту? Предмет и мыслей, и пера, и слез, и рифм, etc. — Представь меня. — Ты шутишь? — Нету. — Я рад. — Когда же? — Хоть сейчас. Они с охоты примут нас. Поедем. Поскакали други. Явились, им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известный угощенья. Несут на блюдечках варенье. На столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь послушаем у краткой героев наших разговор. — Ну что ж, Онегин, ты зеваешь? — Привычка, Ленский. — Ну, скучаешь ты как-то больше? — Нет, равно. Однако в поле уже темно. — Скорей! Пошел, пошел, Андрюшка! Какие глупые места! А, кстати, Ларина проста, очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана. Вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую. Когда бы я был как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, Как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал И после во весь путь молчал. Меж тем, Онегина, явление у Лариных Произвело на всех большое впечатление. И всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой. Все стали толковать украдкой, Шутить, судить, не без греха. Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, Что свадьба слажена совсем, Но остановлена за тем, Что модных колец не достали. А свадьбе Ленского давно У них уж было решено. Татьяна слушала с досадой Такие сплетни. Но тайком, с неизъяснимой отрадой, Невольно думала о том, И в сердце дума заранилась. Пора пришла. Она влюбилась. Так в землю падшее зерно Весны огнем оживлено. Давно ее воображение Сгорая нега и тоской Алкала пища роковой. Давно сердечное томление Теснило ей молодую грудь. Душа ждала Кого-нибудь И дождалась. Открылись очи. Она сказала, Это он. Увы, Теперь дни и ночи, И жаркий, Одинокий сон, Все полно им. Все, Деви милой, Без умолку, Волшебной силой Твердит о нем. Да кучны ей И звуки ласковых речей, И взор Заботливой прислуги. В уныние погружена Гостей не слушает Она И проклинает Их досуги, Их неожиданный приезд И продолжительный Присест. Теперь, С каким она вниманием Читает сладостный роман, С каким живым очарованием Пьет обольстительный Обман, С счастливой силой Мечтания, Одушевленные создания Любовник И Юлии Вальмар, Малякадель И Делинар И Вертр, Мученик Мятежный И бесподобный Грандисон, Который нам Наводит сон, Все Для мечтательницы Нежной В единый образ Облеклись, В одном Онегине Слились. Воображаясь Героиней Своих возлюбленных Творцов Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна В тишине лесов Одна С опасной книгой Бродит, Она в ней ищет И находит Свой тайный жар, Своей мечты, Плоды сердечной Полноты, Вздыхает И себе Присвоя Чужой восторг, Чужую грусть, В забвении Шепчет Наизусть Письмо Для милого героя. Но наш герой, Кто б ни был он, Уж верно был Не Грандисон. Свой слог На важный лад Настрой Обывало пламенный Творец Являл нам Своего героя Как совершенство Образец Он одарял Предмет Любимый Всегда неправедно Гонимый Душой Чувствительной Умом И привлекательным Лицом Питай жар Чистейшей страсти Всегда Восторженный Герой Готов был Жертвовать Собой И при конце Последней части Всегда Наказан был Порог Добру Достойный Был венок А нынче Все умы В тумане Мораль На нас Наводит Сон Порог Любезен И в романе И там уж Торжествует Он Британской Музой Небылицей Тревожит Сон От Раковицы И стал Теперь ее Кумир Или Задумчивый Вампир Или Мельмот Бродяга Мрачный Или Вечный Жит Или Корсар Или Таинственный Сбагар Лорд Байрон Прихотью Удачной Облек Внылый Романтизм И Безнадежный Эгоизм Друзья Мои Что ж Толку В этом Быть Может Волею Небес Я Перестану Быть Поэтом В меня Вселится Новый Бес И Эфебовый Презрев Угрозы Унижус До Смиренной Прозы Тогда Роман На старый Лад Займет Веселый Мой Закат Не муки Тайные Злодейства Я грозно В нем Изображу Но Просто Вам Перескажу Предания Русского Семейства Любви Пленительные Сны Да Нравы Нашей Старины Перескажу Простые Речи Отца Или Дяди Старика Детей Условленные Встречи У старых Лип У ручейка Несчастные Ревности Мучения Разлуку Слезы Примирения Поссорю Вновь И Наконец Я Поведу Их Под Венец Я Вспомню Речи Неги Страстной Слова Тоскующей Любви Которые В минувшие Дни У ног Любовницы Прекрасные Мне Приходили На язык От Коих Я Теперь Отвык Татьяна Милая Татьяна С тобой Теперь Я Слезы Лью Ты В руки Модного Тирана Уж Отдала Судьбу Свою Погибнешь Милая Но Прежде Ты В ослепительной Надежде Блаженство Темное Зовешь Ты Негу Жизни Узнаешь Ты Пьешь Волшебный Яд Желаний Тебя Преследуют Мечты Везде Воображаешь Ты Приюты Счастливых Свиданий Везде Везде Перед Тобой Твой Искуситель Роковой Тоска Любви Татьяну Гонит И в сад Идет Она Грустить И вдруг Недвижный Очик Лонит И лень Ей Дали Ступить Приподнялась Грудь Ланиты Мгновенным Пламенем Покрыты Дыхание Замерло В устах И в слухе Шум Блеск В очах Настанет Ночь Луна Обходит Дозором Дальний Свод Небес И Соловей Во мгле Древес Напевы Звучные Заводит Татьяна В темноте Не спит И тихо С няней Говорит Не спится Няня Здесь так душно Открой окно Ты сядь ко мне Что Таня Что с тобой Мне скучно Поговорим О старине О чем же Таня Я Бывала Хранила В памяти Немало Старинных Были И небылиц Про злых Духов И про девиц А нынче Все мне темно Таня Что знала То забыла Да Пришла худая Череда Зашибла Расскажи мне Няня Про ваши Старые Года Была ты Влюблена Тогда И Полна Таня В эти лета Мы не слыхали Про любовь А то бы Согнала со света Меня покойница Свекровь Да как же ты Венчалась Няня Так видно Бог велел Мой Ваня Моложе был Меня Мой свет А было Мне Тринадцать лет Недели две Ходила сваха К моей родне И наконец Благословил Меня отец Я горько Плакала Со страха Мне С плачем Косу Расплели Да с пением В церковь Повели И вот Ввели В семью Чужую Да ты Не слушаешь Меня Ах Няня Няня Я тоскую Мне тошно Милая моя Да плакать Я рыдать готова Дитя мое Ты Нездорова Господь Помилуй И спаси Чего ты хочешь Попроси Да я Кроплю Святой водою Ты вся Горишь Я не больна Я Знаешь Няня Влюблена Дитя мое Господь С тобою И няня Девушку С мольбой Крестила Дряхлой рукой Я влюблена Шептала Снова Старушке С горестью Она Сердечный Вдруг ты Нездорова Оставь меня Я влюблена И между тем Луна Сияла И томным Светом Озарела Татьяны Бледные Красы И распущенные Влосы И капли слез И на скамейке Пред героиней Молодой С платком На голове Седой Старушку Длинные И все Евгений На уме И в необдуманном Письме Любовь Невинной Девы Дышит Письмо Готово Сложено Татьяна Татьяна Для кого Ж оно Сложено Татьяна Сложено